Windows 1.0 бета-версия Была первой попыткой Microsoft реализовать многозадачную операционную среду для IBM PC с графическим интерфейсом. Windows 1.0 релиз 20 ноября 1985 года. В отличие от последующих версий, Windows 1.0 представлял лишь ограниченную поддержку многозадачности для существующих программам из DOS. Windows 2.0 релиз 1 ноября 1987 года. Потребители этой операционной системы могли использовать комбинации клавиш для быстрого осуществления системных операций. Windows 2.0 использовала многозадачную среду Presentation Manager и имела собственный IP-код, но могла использовать только 640 кБ оперативной памяти MS-DOS. Windows 3.0 релиз 22 мая 1990 года. Windows 3.0 не является полноценной самостоятельной операционной системой, потому что она фактически является операционной системой надстройкой над DOS, так как используют ее в качестве базовой рабочей платформы. Windows 3.0 релиз 18 марта 1992 года. Windows 3.0 была расширенной версией Windows 3.0, она включала в систему шрифты TrueType, то есть предустановленный набор довольно качественных шрифтов. Это впервые сделало Windows серьезной платформой для настольных издательских систем. Windows 3.0 релиз 27 июля 1993 года. Основные функции ядра операционной системы, предоставленные в FNT 3.1, используются в 32-битных версиях современных операционных систем семейства Windows. Windows 3.0 релиз 20 ноября 1985 года. Одной из главных целей разработки Windows 3.0 было увеличение скорости работы операционной системы. Windows NT 3.5 могла предоставить общий доступ к файлам через FTP, а к принтерам через LPR были доступны серверы Gofer, VWV и Waze. Microsoft Боб релиз в марте 1995 года. Программный продукт компании Microsoft, который предоставлял новый и простой графический интерфейс для операции на ПК. Боб вошел ряд официальных программ, таких как приложения для управления финансами и текстовый процессор. Пользовательский интерфейс был разработан для управления и использования компьютера для начинающих пользователей. Windows Chicago не была выпущена. Графическая многозадачная операционная система корпорации Microsoft основным нововведением Windows 95 стала возможностью выполнять 32-разрядные приложения на основе API Win32. Windows 95. Релиз 24 августа 1995 года. Результат объединения продуктов MS-DOS и Windows, которые ранее распространились отдельно, содержит значительное улучшение графического интерфейса и внутреннего устройства системы, включая рабочий стол и меню пуск. Windows NT 4.0. Релиз 29 июля 1996 года. Windows NT 4.0. Имела пользовательский интерфейс в стиле Windows 95 и модификации для использования в качестве операционной системы, рабочей станции и сервера. Windows 98. Релиз 25 июля 1998 года. По сути, данная операционная система – это обновленная версия Windows 95. По-прежнему является гибридным 16- и 32-разрядным продуктом, основанным на MS-DOS 7.1. Улучшением подверглась поддержка AGP, доработан драйвер USB, добавлена поддержка работы с несколькими мониторами. Windows NT 5.0. Операционная система семейства Windows NT и компании Microsoft предназначена для работы на компьютерах с 32-битными процессорами. Windows NT 2.0. Релиз 17 февраля 2000 года. Система была анонсирована в 1994 году. Альфа-тестирование проводилось с начала 1995 года по сентябрь 1997 года. Windows 2000 сохраняла свою популярность, особенно в крупных компаниях, где обновление операционных систем на большом числе компьютеров было связано с серьезными техническими и финансовыми трудностями. Windows Mi. Релиз 14 сентября 2000 года. Одно из наиболее знаменитых изменений в Windows Mi в стандартной конфигурации системы заблокирован реальный режим MS-DOS, из-за чего нельзя пользоваться программами, требующими этот режим. Однако с помощью специальных утилит эту функцию можно разблокировать. Windows Neptune не была выпущена. После выпуска Windows 2000 команду разработчиков Neptune объединили с командой Windows 2000 для работы над проектом Whistler, впоследствии выпущена под названием Windows XP. Windows 10 Windows XP. Релиз 25 октября 2001 года. В отличие от предыдущей системы Windows 2000, которая поставлялась как в серверном, так и в клиентских вариантах, Windows XP является исключительно клиентской системой. Ее серверным аналогом является Windows Server 2003, используя более новую и переработанную версию ядра NT 5.2. Windows Server 2003. Релиз 24 апреля 2003 года. Windows Server 2003 является новой версией Windows 2000 Server и серверным вариантом операционной системы Windows XP. Windows Server 2003 в основном раскрывает функции, заложенные в предыдущих версиях системы Windows 2000 Server. Windows Server 2003. Windows Server. Операционная система семейства Microsoft Windows NT предназначена для пользования персональных компьютеров. В стадии разработки данной операционной системы имела кодовое имя Longhorn. Windows Vista релиз 30 января 2007 года. Обновлена подсистема управления памятью и вводом-выводом. Новой функциональностью также является гибридный спящий режим, при использовании которого содержимое оперативной памяти дополнительно записывается на жесткий диск, но из памяти также не удаляется. Windows Server Longhorn – это существо. Существенно облегченная установка Windows Server 2008, в которую не включена оболочка Windows Explorer, вся настройка и обслуживание выполняется при помощи интерфейса командной строки Windows. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА